Здравствуйте, мои хорошие! Всех приветствую на своем канале. Тема нашего сегодняшнего видеоматериала связана с энергетическими источниками. И еще вчера она меня не интересовала, но поскольку обострилась политическая обстановка в мире, то я начала работать в этом направлении. И сегодняшний продукт моей работы я вам хочу изложить в данном видеоматериале. Итак, мир находится на грани войны. И мы понимаем, что все войны, все злодеяния, конечно же, происходят из-за природных ресурсов. К ним относятся в первую очередь территории страны, помимо этого полезные ископаемые, ну и флора и фауна. Конечно же, чем больше завоеванная территория, тем больше полезных ископаемых. Но есть страны, где практически нет нужных полезных ископаемых, или они находятся в минимальном количестве, и поэтому они пытаются, конечно же, решить свои вопросы при помощи территориальных захватов. Поэтому мы приходим к пониманию того, что любая война – это попытка решить вопросы с источниками энергии. О чем я сейчас говорю? Основными источниками энергии, конечно же, являются в первую очередь наши полезные ископаемые. Это нефть, это природный газ, каменный уголь. Я назвала основные источники, поскольку именно из-за них и идет разногласие между странами. И на сегодняшний момент мы понимаем, что на территории Донбасса находится каменный уголь. Почему он так всех интересует? Давайте попытаемся разобраться. Итак, что мы добываем из нефти? Из нефти мы добываем бензин. Основные компоненты нефти – это углеводороды. Давайте исходить из химической природы этого продукта. Итак, для того, чтобы нам добыть бензин, мы должны переработать нефть. Нефть с каждым годом уменьшается в своих объемах, и поэтому страны начали искать другие территории, другие источники. И на сегодняшний момент такие страны, как США и Китай, активно работают в этом направлении. Китайцы пытаются синтезировать нефть из каменного угля, которого у них достаточно много на их территории, и вкладывают туда миллионы. Что касается американцев, то они работают в направлении биотоплива и пытаются произвести биоэтанол в первую очередь. Мы, как правило, работаем в направлении биотоплива достаточно аккуратно. И основное биотопливо, которое мы добываем, это биодизель. Чем отличаются эти два вида биотоплива? И первое биотопливо, и второе добывают из растений. Давайте начнем с биодизеля. Что такое биодизель? Это жидкое моторное топливо, которое состоит из смеси моноалкидных эфиров, жирных кислот. Где находятся эти жирные кислоты? В растениях. Каким образом добывают эфиры? Я вам написала реакцию переэтирификации. Если вы хотите более подробно разобраться в этой реакции, пройдите на мой канал с репетиторством. Итак, из жирных кислот путем реакции переэтирификации, то есть добавляя метанол к триглицеринам, то есть к жирным кислотам, используя такие катализаторы, как калиуш, натриуш, мы получаем глицерин и метиловые эфиры жирных кислот, которые лежат в основе биодизельного топлива. Из чего мы можем получить это биодизельное топливо? Из чего получаем? Из таких растений, как рапс, соя, пальвамое масло, кокосовое масло, касторовое масло, животные жиры. Наша страна обделена пальвами, и поэтому мы сидим на рапсе. Чаще всего я не изучала вопрос относительно сои, но еще у нас есть в кукурузах. Согласитесь, если делать биодизель из таких источников сырья, то будет повышаться цена на сырье, и, конечно же, это неэффективно. Смотрим второй источник. Это у нас биоэтанол. Биоэтанол у нас производят из таких растений, как зерно, картофель, сахарный, тростник, кукуруза, солома, отриса. В принципе, можно получать биоэтанол из всей природной массы, но лучший источник биоэтанола это целлюлоза. А целлюлоза в первую очередь, кстати, вы должны понимать, что это клетчатка, целлюлоза в первую очередь, конечно же, содержится в древесине. Состав древесины это 40-55 процентов целлюлозы. Если Китай на сегодняшний момент у нас пытается синтезировать нефть или топливо на базе каменного угля, то есть на неорганической основе, то Соединенные Штаты Америки пытаются работать в первую очередь, конечно же, с целлюлозой. И они на этом фронте находятся на первом месте. Если взять соотношение деревьев в нашей стране и Соединенных Штатах Америки, то у них там деревьев в три раза меньше. Поэтому, конечно же, наша древесина интересует всех. Они работают в первую очередь с сахарным тростником. Несмотря на то, что у них под носом есть одно растение, которое на логу решит все эти спорные вопросы. Об этом растении я хочу вам сегодня рассказать. Потому что к нам это растение попало из Северной, из Америки. я не буду точно называть рьем, потому что не помню. Итак, что это за растение и как мы можем его использовать? Все вы это растение прекрасно знаете. Занесено оно у нас на территории в черную книгу и, к сожалению, не учитываются его уникальные свойства. Да, у него много минусов. Оно не подходит для озеленения, но есть достаточно много плюсов, которые мы должны учесть. Итак, название этого растения клен ясенелистый. Я вам сейчас покажу его ветку и я думаю, что по сережкам вы легко поймете о чем идет речь. Я сейчас покажу вам картинку. Все вы его видели. Оно достаточно активно распространяется по территории нашей страны и не боится даже морозов. То есть на сегодняшний момент мы понимаем, что мы его увидим даже на территории, где мы называем температуру. Итак, вот посмотрите на это растение. Я думаю, что вы все его видели. Я поближе покажу его лист. Почему его занесли в черную пневму? очень легко прорастают семена растения. То есть 90% семян прорастают достаточно активно. И если эти семена попадают в наши смешанные леса, то вот это вот новое растение, новая база проросших растений, она убирает буквально весь тот видовой состав, который существовал изначально, и захватывает территорию. Для города оно не совсем подходит по той простой причине, что оно, когда начинает расти, за счет своей мягкой древесины начинает искривляться, ломаться под покровом. Клен и синилистом практически нет растений, у него поверхностная корневая система, она мочковатая, но есть еще и очень много плюсов, которые мы можем использовать, зная свойства этого растения, для того, чтобы получать из него биотоплива. Это растение способно расти в любых экстремальных условиях, даже на железной крыше, даже прорастать сквозь бетон. Настолько сильное это растение, и мы должны понимать, что мы можем посадить эти деревья абсолютно на всех ненужных территориях, где не растут растения, которые могли бы нам быть интересны в промышленном производстве. То есть есть почвы, такие как, например, лесостепные зоны, да, и зоны степей, где растет практически один ковыль. Я думаю, что вот эти территории мы можем запомнить этими растениями, это не повредит нашему лесу в первую очередь. Возможно, зона болот также может быть заселена этим растением. Почему я делаю на него ставку? Дело в том, что вот с этой агрессивностью растения можно, в принципе, бороться, если правильно с ним работать. Растение быстро всходит, оно хорошо укореняется, и когда оно растет на бедных почвах, то появляются дополнительные стержневые корни, которые держат растение и создают прочность. То есть оно приспособлено ко всем условиям. Самое интересное, цвести начинает оно на шестой год, значит семена этого растения и вредоносная пыльца появляется через шесть лет от времени посадки и мы можем отследить этот вегетационный период. Если мы уберем полностью ствол растения, то мы естественно можем затормозить появление семян. причем как только мы спили ствол появляется активная поросль и растение начинает куститься. В течение года, в течение лета оно вырастает на полтора метра. Причем это уже не один ствол, а огромный куст. если вы в этом году успеете осенью это растение, то на следующий год опять пойдет поросль. Растение будет расти активно и давать следующую поросль. Скажите, пожалуйста, зачем нам сахарный тростник, зачем нам кукуруза, если есть многолетнее растение, целлюлозу которого мы можем использовать около 80 лет. может быть не такой большой период жизни. Некоторые авторы говорят о том, что этот период немножко меньше или в два раза меньше, но тем не менее это многократное использование растения и это более выгодно нежели сажать ежегодно тот же самый рапс который небольшого ростика мы себе не совсем можем позволить сахарный тростник у нас мало рисовой соломы у нас не так много кукурузы поскольку все это требует естественно своеобразных условий а вот это растение оно будет расти у нас где угодно оно будет расти там где мы пожелаем и мы можем использовать активно целлюлоз вот этого растения ежегодно и достаточно хороших объемов сами понимаете что возможно мы таким образом решим еще и вопросы с бумагой и не будем трогать наши основные леса я думаю что это растение могло быть интересным любой стране Соединенным Штатам Америки можно гордиться этим растением поскольку оно у них произрастает повсеместно но теперь оно великолепно разрослось и на территории нашей страны поэтому я думаю что проблем сырьевой базы у нас не будет на этом все всего вам доброго до следующих встреч мне бы хотел чтобы вы мужчины обсудили вот эту вот альтернативу и если можно внедрить это в жизнь то нужно это сделать до следующей встречи